Туфельки на каблуках Летом обувь на каблуках особенно опасна. В эту пору такие нагрузки смогут выдержать только сильные ножки. Слабым же грозит масса проблем. Но стоит уделить своим ногам лишь пару минут в день и проблемы снимет как рукой. Что советуют профессионалы? А вот что. Чтобы каблуки не навредили, тренируйте мышцы. Несколько минут в день ходите вперед и назад. Сначала на носочках, потом на пятках. Это укрепит икроножные мышцы и свод стопы. Делайте гимнастику для ног как можно чаще. Также помочь в тренировке может обычная баночка. Перекатывайте ее двумя ступнями то вперед, то назад. Самый простой способ придя домой, лечь на диван и поднять ноги на некоторое время, чтобы уменьшить кровенополнение. Следующий самый простой способ это сделать, набрать воду в два тазика. Один с теплой водой, другой с холодной. Подержать ноги в одном, в другом. Это улучшит кровообращение, повысит тонус сосудов, снимет отечность. В жару ноги отекают больше обычного, поэтому придя домой, ополаскивайте ноги прохладной водой. Налаживайте кровообращение в сосудах. Для тонуса кожи добавляйте в ванночку морскую соль. Она поможет быстро снять усталость. Пара капель любимого ароматизированного масла поднимет вам настроение и успокоит усталые ноги. А охлаждает лучше всего крем с ментолом и конским каштаном. Разомните ноги массирующими движениями и втирайте крем. Должны быть движения от периферии к центру, то есть от ступни к колену, к бедру. Поглаживающие движения, выжимающие. Все, чтобы кровь и лимфу направлять в центр тела. После таких процедур, утверждают специалисты, вы будете крепко спать, а утром снова сможете встать на каблуки. Секреты здоровых ног узнавали для вас Яна Леонович и Игорь Синюта. Утро, студия. Хорошего настроения.